Эковолонтеры сегодня провели урок для учеников восьмой школы. Они рассказывали восьмиклассникам об окружном проекте будущей Арктики. Главная цель которого – избавить Ямал от мусорных свалок, где бы они ни находились и откуда бы ни брались. Занятие прошло успешно, ведь многие из ребят захотели присоединиться к работе волонтеров. Подробности в сюжете Ирины Волокитиной. Чем занимается ваша команда? Каких результатов вы уже достигли? Почему выбрали именно борьбу за экологию? Волонтеры с удовольствием отвечали на вопросы восьмиклассников, подробно рассказывали о своей деятельности. 11 лабытнадских общественников, объединенных стремлением сделать окружающий мир чище, присоединились к окружному проекту «Будущее Арктики». Самые масштабные работы – это были работы по участку съезд с улицы 40 лет Победы. Мы там нашли, если не ошибаюсь, 4 точки, в которых был собран мусор. Мы убирали его на протяжении 4 дней. И оттуда вывезли очень много покрышек, много старой оргтехники и также вывезли оттуда много строительного мусора. Очищать территорию от мусора волонтеры начали в 2017 году, когда стартовал проект «Будущее Арктики». За это время в ямальских городах и поселках собрали 713 камазов мусора и 53 тонны металлолома. К нам очень часто присоединяются люди, которые прохожие. Иногда это бывает такое, что человек пошел гулять, видит, что мы что-то делаем и присоединяется к нам. Сегодня я рассказывал историю о том, как к нам присоединился житель дома. Он просто-напросто увидел, что его двори убирают, поэтому к нам вышел и присоединился к нам. Это было очень хорошо. Людей неравнодушных к окружающей природе становится больше, говорит Степан Вшивцев. Еще недавно на Ямале было 8 команд эко-волонтеров, сейчас их уже 13. В составе основного корпуса будущего Арктики 150 добровольцев. Основное направление деятельности волонтеров экологического проекта «Будущее Арктики» является выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Это бесспорно, но также мы занимаемся пресечением такого рода деятельности нерадивыми гражданами и по возможности стараемся привлекать к ответственности граждан и наказывать их. Было уже несколько случаев выявлено на территории Молнинского автономного округа, когда при помощи ГЛОНАС-трекеров и при помощи фотоловушек были выявлены такие правонарушители, были составлены акты воздействия. Для меня было новое узнать, что GPS-трекеры в мусор вводят, чтобы узнать месторасположение мусора, куда он возится. Это для меня что-то иное, это реально гениально в какой-то степени. Самое главное, чтобы это в будущем все развивалось и больше людей приступало к уборке. Даже своих территорий и дворов этого будет вполне достаточно. Даже захотелось вступить в волонтерскую компанию, пойти летом убирать мусор, помогать природе. Новым соратникам волонтеры Рады от всех остальных ждут обратной связи. Ведь от несанкционированных свалков добровольцам чаще всего сообщают местные жители. Лозунг «Приведем Ямал в порядок вместе» не просто слова, а формула жизни, уже доказанная временем и поступками. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное».